Добрый вечер дорогие друзья, в эфире программа Попутчик, меня зовут Юлия Каменева. По правилам дорожного движения каждый автомобилист должен иметь в своем автомобиле аптечку. Но далеко не все знают, как пользоваться ее содержимым. И уж совсем немногие знают, как оказывать первую медицинскую помощь в случае, если вы стали участником или очевидцем ДТП. Вот об этом мы сегодня и поговорим в нашей программе. Я с удовольствием представляю вам гостей нашей студии. Это Воробьева Белла Вячеславовна, начальник отдела медицинского обеспечения аварийно-спасательных работ медико-психологической службы ГКУ города Москвы пожарно-спасательного центра. Белла Вячеславовна, большое спасибо, что нашли время прийти к нам. И Мартынов Иван, врач того же самого центра. Большое спасибо, Иван, что тоже пришли к нам. Дорогие друзья, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 617-95-55, код Москвы 495. Вы можете задать специалистам свои вопросы, они на них ответят. Те, кто, может быть, стесняется звонить в студию, может это сделать посредством СМС. Телефоны вы видите на своих экранах. Прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте посмотрим небольшой сюжет. Единственное, о чем я попрошу, маленьких детей до 12 лет лучше, наверное, на полторы минутки увести от экранов телевизора, потому что я смотрела его заранее, и кадры, как говорится, впечатляют. Посмотрим сюжет. Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 30 тысяч человек. И свыше 250 тысяч получает ранения. В 20% случаев основными причинами смерти пострадавших являются травмы, несовместимые с жизнью. В 10% несвоевременное прибытие скорой помощи. И аж в 70% бездействия или неправильные действия очевидцев. Как уверяют специалисты, число погибших могло быть существенно меньше, если бы пострадавшим при ДТП была оказана квалифицированная доврачебная помощь. Однако смерть значительного количества людей происходит не столько из-за тяжести повреждений, сколько из-за неверных действий тех, кто оказывал им доврачебную помощь. Или же еще хуже, из-за бездействия окружающих. Как правило, обычные граждане просто не знают, как себя вести в подобной ситуации. Если очевидцы ДТП не являются медиками по образованию, то им просто неоткуда взять информацию, что нужно делать и как оказывать пострадавшему первую помощь. Кроме как на уроках ОПЖ в школе нам этого нигде не преподают. А о содержимом аптечки многие из нас вообще не задумываются. К тому же боязнь навредить часто останавливает любые попытки спасти раненого. Так как необходимо себя вести и что делать, если вы стали очевидцем ДТП с пострадавшими? Белла Вячеславовна, ну вот, как правило, все говорят о том, что если вы стали очевидцем трагедии, вызываете службу спасения и ничего не трогаете. Но как быть? Стоять и смотреть на трагедию, сложа руки, грубо говоря, ведь от оперативных действий человека зависит порой жизнь пострадавшего. Вот невозможно же ничего не делать. Что все-таки вот можно предпринять для начала? Вот первое. Вы знаете, первое, что я хотела проговорить, очень хорошо в сюжете отразили очень хорошую позицию, что оказание все-таки первой помощи, а не медицинской. По какой причине хочу остановиться на этом? Потому что, когда мы говорим «медицинская помощь», мы пугаем людей как раз-таки оказать данную помощь, которой нуждаются пострадавшие в этой секунде. Так как считают, и как сказано было в сюжете, что если нет медика рядом, то помощь оказывать не надо. Все-таки первая помощь – это немножко другая категория разряда помощи. И ее, в принципе, может оказать каждый гражданин, который где-то, когда-то проходил курсы обучения или, по крайней мере, видел первые элементы оказания. Точно так же сейчас мы занимаемся очень часто преподаванием в школах, с выездом как раз-таки участников нашего пожарно-спасательного центра работников. Ребята приезжают и с детьми в игровой форме все это им преподносим. Почему? По какой причине? Значит, поначалу не могут люди оказать по трем причинам первую помощь. Первое – это боязнь неправильно сделать. Второе – ну, лучше я в стороне постою, да. И третье – это банальная брезгливость. Вот почему мы детям пытаемся это прививать? Мне кажется, что, извините, перебью вас, первое, когда человек видит какую-то развернувшуюся трагедию, первая реакция – это шок. И он не знает, с чего начать, да, но, наверное, нужно сказать, что сначала нужно выставить знак аварийной остановки, да, делаем мы это в городе на расстоянии 15 метров, за городом на расстоянии 30 метров. Это первое, чем можно помочь, если мы увидели вот развернувшуюся трагедию. Да, и второе – этим же вы обезопасите себя во время оказания первой помощи пострадавшему. После того, как вы выставили знак, сделаете банально, как психологи учат нас, несколько вдохов-выдохов, и попытаетесь успокоиться самостоятельно и сосредоточиться. Просто-напросто должна присутствовать у вас мысль, что в данной ситуации, кроме вас, если вы не сориентируетесь, не возьмете себя в руки, никто не поможет данному человеку. А на его месте может оказаться не только знакомые, но и ваши родственники. Значит, вы выставили знак, это первое. Постарались взять себя в руки. Третье – вы набираете номер телефона экстренной службы или 112, или 03. И вот в этой ситуации вы должны совершенно четко, без запинки, без паники объяснить, первое – адрес, по которому произошло ДТП или какое-то происшествие. А если человек не знает, где он ехал, какой-то проселочной дороги, и он не особенно понимает, где он… По крайней мере, какие-то ориентиры в основном всегда есть навигаторы, и вы понимаете, по какому шоссе, по какой дороге, в каком направлении вы двигались, точно так же вы можете сказать, такое-то шоссе, такое-то направление, примерно такой-то километр. Второе – вы совершенно четко должны сказать, сколько пострадавших, чтобы экстренные службы сориентировались, сколько машин, бригад, скорой помощи или спасателей выслать. А то есть человек должен подойти и посмотреть, что произошло? На расстоянии он может оценить ситуацию на расстоянии. В этот момент как раз-таки вы оцениваете, может ли произойти третья ситуация, которую вы проговариваете, дальнейшая угроза или взрыва машины, или воспламенения, или что-нибудь угрожающее фактору уже вам. И в этой ситуации вы должны оценить, если, не дай бог, существует такая угроза, то в этой ситуации вам не стоит подходить и даже пытаться оказывать помощь, потому что вместо одного пострадавшего можно уже потом поиметь двух или сколько людей пытаются вытащить пострадавших. Но мы знаем, что автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за пять минут. То есть в течение пяти минут нам надо каким-то образом понять, случится возгорание или нет. Если разлился бензин, я знаю, нужно отключить аккумулятор у автомобиля. Да, чтобы не произошло возгорание и взрывы. И себе удлинить как раз-таки время оказания помощи пострадавшему. Вот мне кажется, очень тяжело оценить, произойдет ли в дальнейшем что-то или нет. Например, вот такая ситуация. Если автомобиль врезался в столб, то вполне возможно, что сверху упадут провода. И впоследствии там неизвестно, да, как развернется ситуация. То есть лучше не подходить тогда? Если существует угроза, лучше, конечно, не подходить, а ожидать приезда помощи, потому что экстренные службы, они выезжают с разных мест, у них определенный район вызова, обслуживание. Поэтому помощь, в принципе, довольно-таки быстро подоспеет. Но если вы видите, а часто бывает при ДТП, когда пострадавшие из машины выскакивают по какой-то причине, или действительно при лобовом стоколовении вперед куда-то, тогда вы видите, что со всех сторон обезопасны, вы должны оценить состояние пострадавшего и приступить к реализационным мероприятиям. Ну, и там совершенно четкий и простой алгоритм. Если вы видите кровотечение, постараться обязательно первое, что остановить кровотечение. А потом вы уже смотрите, есть у человека дыхание, есть у человека сердцебиение. Да, к этому мы еще подойдем. А я хотела бы сначала напомнить телефоны, по которым нужно звонить, потому что сейчас какая-то путаница есть в телефонах. У нас какой-то общий телефон по всей России, который действует. Действует ли 0,3? Вот до сих пор, если мы наберем 0,3, мы дозвонимся? Вы дозвонитесь до скорой помощи, но, скорее всего, это будут не экстренные службы. Сейчас служба 112 централизованно поступают звонки, и они в основном сортируются. Почему в этот момент мы и просим совершенно четко и спокойно давать информацию в полном объеме. Все, что вы видите. Вот очень часто, я знаю, жалобы людей бывают, что очень долго начинают расспрашивать, и люди уже вне себя начинают кричать, потому что буквально время идет на какие-то секунды. Ну, в этой ситуации это кажется со стороны долга, когда ситуация экстренная. На самом деле, чем полнее диспетчер соберет информацию, тем более быстрее из нужных мест поступит эта помощь и в полном объеме. То есть, когда человек проговаривает, что случилось на месте происшествия, в это время машину уже как бы выезжает. Вызыв уже в этот момент поступил. И дальше все данные передаются или по телефонной связи, или по радиосвязи. То есть, в этой ситуации не стоит нервничать. Вам в этой ситуации нужно максимально собраться и успокоиться. Потому что все сейчас зависит только от вас. Хорошо, вот мы увидели, что произошло. Кто подошли к автомобилю, и вот люди там, допустим, не шевелятся. Вот что нужно сделать? Нужно ли открывать двери каким-то образом там, пытаться привести в чувство или... Значит, если вы видите, и у вас есть доступ к пострадавшему, элементарно вы осматриваете, если кровотечение вы увидите сразу, если какие-то переломы, это изменение конфигурации, то есть неестественное положение конечностей. Ну и естественно, что вы смотрите, пульсацию на крупных артериях и прислушиваете, человек дышит или нет. Поэтому дальше вы уже не пытаясь, если человек заблокирован в машине, не пытайтесь его самостоятельно вытаскивать. Только при одной ситуации, когда действительно вы понимаете, но это, наверное, скорее всего, больше мужчины могут оценить, как раз таки, когда есть угроза взрыва, вот здесь из двух зол, конечно, выбираем худший. Мы пытаемся вытащить пострадавшую до произошедшего взрыва. А мне вот интересно, что думают люди на улицах вообще? Стали бы они оказывать первую помощь пострадавшим при ДТП или нет? Вот мои коллеги вышли на улицу и опросили прохожих, что они думают по этому поводу. Попросим нам показать опрос. Да, конечно. Это может случиться с каждым. Поэтому, если мне окажут помощь, будут только рады, конечно. Это было всегда. Грубо говоря, лет с 10 точно. Так что так, аптечка есть. Я, к сожалению, не умею. Могу вызвать скорую, это да. Ну, я уже оказывал такие случаи, когда впереди идущая машина, скажем так, слетела в квет, то есть останавливаешься и, по крайней мере, пытаешься помочь. Да, конечно, это уже было неоднократно. Дважды в своей жизни я это делаю. Конечно, буду. Потому что я также могу оказаться в этой ситуации. Если я не буду кому-то помогать, тогда и мне никто не поможет. Ну, мне кажется, что только одна девушка ответила так искренне честно, что она, в общем, не знает, что делать. И единственное, что она может, это вызвать бригаду скорой помощи. Ну, согласитесь, в данной ситуации это уже фактически 70% оказания помощи. Да, ведь часто так бывает, что проезжают люди, посмотрят, отворачиваются быстро и, добавляя газа, проезжают мимо, потому что никто не хочет связываться, никто не хочет видеть все эти ужасы. И, в принципе, когда было опять проговорено как раз-таки в данном сюжете, что боятся оказать как-то неправильно помощь. А вот если человек все-таки решился оказать помощь и сделал это неправильно, что-то влечет за собой, какие-то последствия, штраф, я не знаю, что-то ему за это будет? Нет, ну, не существует никаких нормативных документов о неправильности оказания помощи. Допустим, врач говорит, зачем вы его извлекли из автомобиля? Вот он бы сидел и все бы было в порядке. Ну, вы знаете, в этой ситуации, поверьте мне, ни один врач, ни один спасатель ни в коем случае не упрекнет людей, которые пытались помочь пострадавшему. Это первое. И второе. Мы когда проводим обучение и после обучения опросов пытаемся донести так называемый девиз. Знаете, что первая помощь в этой ситуации – окажите хоть что-то, сделайте хоть что-то, чем не сделать ничего. Вы пострадавшему уже хуже, но вряд ли сделаете. А вот если вы попытаетесь провести, даже, может быть, не совсем правильно, может быть, иногда действительно, которые люди не могут переступить в резгливость, тоже при реализационных мероприятиях банально дыхание рот в рот, но хотя бы вы попытаетесь сделать закрытый массаж сердца, вы можете спасти человека. Мы сегодня покажем, как это делается. А вот если человек находится в сознании, вот какие вопросы ему нужно задавать? И важно что? Важно, чтобы он остался лежать, если он там начинает бегать? Или это не имеет значения? Вот что нужно спросить? Ну, как бы, что у вас болит? Это как бы, мне кажется… В этой ситуации первое, что я вам говорила, нужно собраться. И здесь, может быть, немножко схитрить, подойти к человеку, попытаться объяснить, что я тот человек, который знает и может оказать в полном объеме и правильно первую помощь. Для того, чтобы вселить пострадавшего уверенность, что он не один, что его не бросит. И тем самым, фактически, в данной ситуации вам пострадавший верит и помогает вам. После этого вы его опрашиваете, что болит, где болит. Он вам, если не в состоянии шока, все объяснит. А если человек в состоянии шока, он, как правило, не чувствует боли? Вот боль притупляется? Как правило, в принципе, действительно, в первой фазе шока человек может не чувствовать боль. Поэтому, опять же, в этой ситуации постараться его по возможности успокоить, чтобы он действительно не пытался куда-то бежать, куда-то рваться и тем самым нанести себе дополнительные травмы. А вот предложить попить, я не знаю, выпить чаю или воды, или не стоит этого делать, потому что, допустим, могут быть повреждены какие-то внутренние органы у человека? Ну, даже при повреждении внутренних органов один-два гладка, в принципе, не сделает какой-то критической ситуации. Да. Но как раз-таки, если у вас есть вода, банально намочить, обтереть лицо, и как раз-таки вы посмотрите, или где-то доступная часть тела вы посмотрите, есть травма или нет. Тем самым даже это вам облегчит оценить ситуацию и где-то, если нужно, остановить кровотечение, наложить жгут, который, кстати, есть в автомобильной аптечке первой помощи, или наложить повязку. А вообще автомобильная аптечка, вот эта первая помощь, она вообще способна каким-то образом? Мне кажется, что там только бинты, ножницы, которые не режут. Это мое мнение. И она особенно не поможет. Или это все-таки не так? Ну, вы знаете, здесь я с вами немножко не соглашусь. Вот как раз-таки элементы первой помощи, которые может оказать любой очевидец, это что остановить кровотечение, жгут есть, наложить повязку, там есть бинты. Да, мы сегодня покажем телезрителям, как это делается. В аптечке даже есть перчатки для того, чтобы вы не только, как считают, что перчатки одеваются, чтобы не занести там грязь, раны или что, а вы себя обезопасите. И для многих это как раз-таки снимается барьер какой-то брезгливости. Ну и плюс там достаточно есть такой элемент, как воздуховод, который воздуховодная трубка и сообразная для проведения как раз-таки дыхания рот в рот. Это как раз-таки будет барьер, что не будет брезгливости. И тем самым мы человеку спасем жизнь. Я знаю, что вот большая проблема есть с тем, чтобы вынимать человека из автомобиля или нет. То есть очень много споров на эту тему ведутся. Потому что если у человека повреждены, я так понимаю, шейный отдел позвоночника, то если его будут вынимать из автомобиля, то это может привести к летальному исходу. Я знаю, что у вас есть специальный воротник такой твердый. Не он ли случайно лежит? Да. Воротник шанса. И в принципе, ну можно было бы, если бы, конечно, на манекене продемонстрировать, как его одеть. То есть в принципе в свою аптечку его можно тоже приобрести? В принципе, да. Они точно так же, как есть и одноразовые воротники. Тем самым мы фактически обезопасим человека. Обездвиживаем, да? Обездвиживаем, да, шейную зону. И тем самым мы человека профилактируем, обезопасим от дальнейшей травмы. Я слышала еще, что если вот подобного воротника нету, то можно непосредственно оказывать прямо в автомобиле начать ему помощь. Ну то есть от греха подальше не вынимаем его оттуда, а непосредственно там уже начинаем что-то делать, какие-то действия. Ну мы с вами проговаривали немножко раньше, что вытаскивать человека из автомобиля только при одной ситуации, если вы видите, что угроза взрыва. А так по возможности оказывать помощь непосредственно в автомобиле. Единственное, конечно, обезопасить себя, это так называемые подушки безопасности, не пытаться встать, если вдруг подушка не раскрылась, между пострадавшим и рулем, где оттуда... То есть подушка может выстрелить и выстрелить уже позже. Выстрелить и нанести, конечно, и нанести вред, что на самом деле было однако не только при оказании помощи очевидцами, но и даже врачами или бригадой скорой помощи. Для чего у нас, когда спасатели оказывают помощь, обязательно они одеты в защитных шлемах, ну и в боевках. Вот мы все говорим о том, что нужно остановить кровотечение. Для начала там нужно определить, какое это кровотечение, венозное или артериальное. Как это делается? Иван, наверное, нам поможет в этом. Давайте покажем нашим телезрителям, каким образом это вообще делается. Сейчас Иван Иванович нам покажет, конечно, но я хотела сказать, проговорить одну ситуацию. Сейчас в элементах первой помощи, еще раз объясняю, это учит, не нужно пытаться задумываться, артериально это кровотечение или венозное. А, то есть теперь не нужно. Я просто помню, что в школе нас учили. В школе учили, это немножко запутывает. Сейчас намного эти алгоритмы более проще. То есть вы берете жгут, и если вы видите обильное кровотечение, вы накладываете жгут выше раны. Жгут накладывается по-любому выше раны при очень сильном кровотечении. То есть если нет возможности остановить кровотечение методом давящей повязки, то есть накладываем салфеточку, перевязываем бинток. То есть давайте все подробненько. Значит, мы видим рану, накладываем стерильную салфетку и заматываем. Забинтовываем. Забинтовываем. Берем салфеточку стерильную. Ну, это маленькая, там есть больше. Накладываем больше, делаем перевязку. То есть мы уже сразу видим, если большая пульсирующая струя, то есть если повреждена крупная артерия, то мы сразу же накладываем жгут. Жгут накладываем таким образом, значит, на конечность растягиваем жгут и первым же туром мы должны кровотечение остановить. Причем накладывать жгут нельзя на голое тело. Так. И накладываем первый тур, накладываем туго, то есть чтобы нам сразу остановить кровотечение, последующие туры накладываем не на этот, а рядом с ним. Для чего это делается? Делается для того, чтобы передавить большую площадь. Для того, чтобы не было в одном месте. Два-три тура накладываем. Мы визуально видим, что кровотечение у нас прекратилось. Мы накладываем до раны или после раны? Накладываем в высшее место повреждения. Выше место повреждения, так. Вот, высшее место повреждения. Визуально смотрим, остановилось у нас кровотечение, значит, все, значит, жгут положен правильно. Значит, при этом желательно оставить записку время, во сколько это было положено, для того, чтобы те спасатели или врачи скорой помощи, которые прибудут после, чтобы они видели, во сколько был наложен жгут. Потому что время наложения жгута ограничено. Значит, в данный момент ограничено одним часом. Если раньше была путаница зимой и летом, то сейчас разницы нет. Хорошо. Мало ли где это может происходить. Не более часа. Происходить, за час не приехали еще спасатели, может, где-то в тайге. Значит, освобождаем очень медленно, аккуратно медленно, освобождаем на короткий промежуток времени жгут, для того, чтобы кровь все-таки немного прошла, чтобы ткани, которые ниже жгута находятся, чтобы они у нас не умерли просто, если говорить проще. Значит, на 2-3 минуты, там, 5 минут даем и затягиваем снова. И повторяем так каждые 15-20 минут, если время вышло больше часа. Угу, все ясно. Так, дорогие друзья, у нас есть для вас опрос. Как вы считаете, вообще, нужны ли курсы первой помощи в автошколах? Два варианта ответа. Да, обязательно нужны. И второй вариант ответа – нет, больше навредишь, чем поможешь. Вот я бы, например, с удовольствием прошла бы какие-нибудь курсы, но поскольку автошколу я закончила уже давно, и там не было подобной информации, у вас, может быть, где-то при МЧС России или еще где-то, есть подобные курсы, где можно было бы пройти и научиться тем, кто действительно хочет этого, чтобы обезопасить себя? Дело в том, что сейчас проходила у нас как раз-таки комплексная безопасность, и больше всего там было направлено на взаимодействие со школами в плане обучения и проведения курсов первой помощи. И как раз-таки управление МЧС по городу Москве, ну так как мы в Москве, и точно так же по всей России проходили так называемые уроки безопасности, в котором детям приходили и работники МЧС, сотрудники МЧС показывали элементарные приемы, методы проведения сердечно-легочной реанимации, наложения жгутов и повязок. Значит, сейчас точно так же мы взаимодействуем со всеми школами, в любой момент в пресс-службу поступают какие-то звонки или просьбы проведением данных занятий, никому не было отказано, выезжали и проводили все эти мероприятия, эти уроки, и с некоторыми школами, скажем так, по Москве и Московской области, пожарно-спасательный центр, у нас уже давным-давно тесный контакт, и мы с периодичностью с детьми проводим, ну где-то там раз в месяц выезжаем, иногда почаще, в зависимости от того, насколько в школе у них по часам есть возможность общения. А если это не школа, если, допустим, какая-то организация просто захотела для своих сотрудников провести подобный курс? Я так думаю, точно так же любая организация может обратиться в пресс-службу и этот вопрос решить, потому что вот в оказании проведения данных уроков не может быть отказано, потому что прежде всего здесь заинтересованы в жизни пострадавших. Это как раз таки то, чем и занимается НЧС. А вот у нас телезрители из Белгородской области спрашивают, какие аптечки нужно покупать, а какие не надо. Я тоже знаю, что действительно аптечки бывают разные, и есть люди, которые покупают себе такие, скажем, профессиональные аптечки для того, чтобы вот, ну на всякий случай, может быть, Иван каким-то образом нам прокомментирует, вот чем они, собственно, отличаются, достаточно ли будет вот такого аптечки автомобиля, или лучше все-таки потратиться? Давайте я вам... Ну, аптечки в данный момент идут, в общем-то, стандартно, со стандартным перечнем, то есть набор внутри, то есть форма может быть разная, а содержание одно, поскольку по приказу есть определенный перечень. Но каждый для себя в индивидуальном порядке может расширить, то есть по мере своих знаний, по мере своих возможностей, там что-то добавить. А что вы считаете, что необходимо, вот в эту аптечку, что необходимо добавить? Дело в том, что, Иван правильно сказал, по мере своего образования. Поэтому, в принципе, в аптечку, если человек не имеет медицинского образования, не стоит что-то класть больше, чем есть в автомобильной аптечке. Тот перечень, который вам понадобится, единственное, если что, это элементы шины одноразовой. Вы можете положить еще дополнительную машину. Остальное все у вас есть на месте. Как она выглядит? Воротник можно положить еще на всякий случай. Ну вот шина одноразовая. Вот выглядит одноразовая шина. То есть это просто картонка такая? Да, это картонка. В случае надобности можно использовать обычные картонные коробки. То есть если их разобрать, соответственно, порезать, то получается вот такая шина. То есть мы ее прорезаем в двух сторон, складываем. Очень все просто, элементарно. Складываем с водочками. Это повреждение, я так понимаю, ног, да? И получается у нас шина. Это ее можно как рук, так и ног использовать. То есть для всех... Чистей тела. ...конечностей универсальной. Очень просто, доступно, в общем-то, везде. Я думаю, в любой точке, в любом, даже где-то там на природе находясь. Ну и стоит, наверное, недорого, если она картонная. Нет, она очень-очень дешево стоит. Вот она накладывается шина, бинтуется, соответственно, фиксирует конечность при переломах. Да, спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Борис, я звоню из Москвы. Вы знаете, у меня вот как раз вопрос в продолжении того разговора, который сейчас идет о вас в студии. Вы знаете, я вас сталкивался с тем, что за последнее время у нас существенное, уже как бы здравоохранение шаг двух вперед. А действительно набор в аптечке примерно один и тот же. Я вот недавно сломал руку, так получилось, в Австрии был в отпуске. И мне вместо традиционного гипса, который накладывают в любом российском транспорте, наложили такую вот вещь на липучках. Ну и рука себя лучше чувствует и так далее. Вот вы знаете, у меня в этом сфере такой к вам вопрос. Во-первых, насколько попадают те наборы, которые предлагаются в российских аптечках с европейскими. Вот мне один раз пришлось столкнуться, вот я уже обратил внимание, что они отличаются. И с вашей точки зрения, как вы думаете, вот доверяясь традиционным представлениям о содержимом этой самой аптечки, не рискуем ли мы, может быть, есть смысл, опять же, ваш опыт, что подсказывает, может быть, есть смысл подстраховаться и все-таки вот что-то в первую очередь в эту аптечку добавить? Спасибо вам большое. Спасибо большое, Борис, за ваш вопрос. Ну мы проговаривали, единственное, что мы считаем, что к автомобильной аптечке могли бы добавить действительно шины одноразовые или воротник, только для этой ситуации. Значит, то, что проговорил... Бинтов побольше, мне кажется. Да нет, вам будет достаточно, не так часто происходит ДТП, а если произойдет, для одного раза вам хватит, а дальше уже можно пополнить. А то, что проговорил Борис, скорее всего, это ортезы, так называемые, фиксации, но это наподобие нашей одноразовой шины, но только там сделано немножко на более высоком уровне, которые употребляются при переломах действительно как фиксация. Удобно, быстро, залепил. Но это уже, скажем так, с экономической точки зрения, не каждый даже водитель себе может это позволить. Была Вячеславовна, вот очень часто слышно, что нужно было или необходимо сделать непрямой массаж сердца. В каких случаях его нужно делать? Вот человек перед вами лежит, он без сознания. Как я должна понять, что ему вот в данный момент необходимо сделать непрямой массаж сердца? Давайте я сейчас проговорю, а Иван в прямом режиме онлайн как раз-таки покажет все эти элементы. Давайте попробуем. Значит, первое, что вы подходите к пострадавшему, вы пытаетесь привлечь свое внимание к нему звуком, вы пытаетесь у него спросить сознание, не сознание, заговорить, если он не отвечает, попробовать или похлопать, мало ли, что-то, да? После этого вы прислушиваетесь, есть ли дыхание, Иван Дмитриевич, движение, да, если дыхание, аккуратнее, да, и сердцебиение. Сердцебиение мы смотрим на крупных артериях. А как нужно определить, что, допустим, вот, что нужно делать не искусственное дыхание, а именно вот непрямой массаж сердца? Значит, мы с вами смотрим, если отсутствует пульсация на крупных артериях, то мы приступаем к закрытому массажу сердца. Если отсутствует дыхание, то мы начинаем делать искусственную вентиляцию легких. Все ясно. Ну, обычно это всегда бывает вместе. Просто сейчас по последним, так сказать, рекомендациям, я уже проговаривала, люди, ну, не все могут перешагнуть березгливость, поэтому, в принципе, начинать с закрытого массажа сердца, если вы не услышали пульсацию, надо начинать сразу. Покажите нам, пожалуйста, как это будет. Здесь два очень важных момента. Значит, во-первых, определяем пульс чаще всего на сонной артерии, да, и находится она вот здесь. Да, на крупной артерии. Вот в этом месте на середине шеи, да. Значит, момент важный то, что надо определять пульс подушечками всех пальцев. Не одним пальцем, а подушечками всех пальцев. Почему? Потому что мы захватываем большую площадь, и одним пальцем мы можем просто не там его поставить и не чувствовать, вроде бы нет, да. А при наличии сердцебиения проводить массаж сердца нельзя, поскольку есть угроза остановки сердца. То есть мы можем наградить в этом моменте. То есть мы должны убедиться, что пульса нет. Да, это два очень важных момента. Значит, во-первых, подушечками всех пальцев определяем. Если у него сердцебиение, если пульса нет, только после этого мы можем проводить непрямой массаж сердца. Так, это понятно. Значит, непрямой массаж сердца. Давайте мы сейчас просто покажем, где показываем сразу. Да, мы проводим, значит, где, в каком месте. Значит, во-первых, укладываем пострадавшего на ровную, твердую поверхность. Так. То есть, ну, на землю в данном случае, да. Значит, определяем у него метеевидный отросток. То есть это солнечное сплетение, больше знают люди, да. То есть вот это место, где угол, ребер. На два пальца выше. На два пальца выше. Накладываем руку. Значит, надавливаем вот этим и местом. Так. Вот, одной рукой и второй рукой. Ну, здесь возможны варианты. Некоторые делают с захватом, некоторые без захвата. Но суть дела не в этом. Суть дела в том, что в нужной точке и на нужную глубину надавливать. Надавливать. А с какой периодичностью? Перпендикулярно. Руки должны быть прямые. Значит, на 3-4 сантиметра продавливать. То есть, если меньше, то эффективности не будет. Если больше, мы ему поломаем ребра. То есть надо где-то примерно, значит, вот так попадать. Вот мы накладываем руки и проводим. Значит, вот у нас на... Давайте я как раз-таки включу, и мы выйдем на манекене. Если можно показать в режиме... У нас на мониторе это используется для обучения спасателей. Обучение мы выезжаем в школы, выезжаем в институты. В общем, там, где мы показываем, значит, мы показываем, чтобы это все было видно. Показывайте, пожалуйста. Наглядно. Так, я не вижу. Как раз-таки... Давайте, качайте, я прокомментирую. Как раз-таки здесь вид в режиме онлайн. Вот для до линии зеленой, как все это у нас чуть-чуть поглубже, сердцебиение делается в правильном режиме. И сходим... Значит, есть две рекомендации, как вы спрашивали. Два к тридцати, это два вдоха, тридцать сердцебиение. Или два к пятнадцати. Ну, скажем так, когда спасатели обучаются, да, это там критерии, мы два к тридцати. Представьте. Но, если вы, так сказать, обыватель, я думаю, вот стоять и считать, тридцать вы сделали, тридцать пять или пятнадцать, вы хотя бы сделаете в том режиме, примерно, как бьется сердце. Восемьдесят ударов в минуту, ну, сможете тридцать. Хорошо, это будет идеально. Просто на самом деле это физически очень тяжело. Да, говорят, что даже дюжи парни не справляются с этим, потому что нужно прикладывать усилия. И я слышал такое, что вот действительно даже ломаются ребра. Это значит, что неправильно делали? Или это такой естественный ход событий? Нет, это немножко, скажем так, применили больше силы, чем нужно. На самом деле Иван Дмитриевич показывал, что сильно не нужно прикладывать усилий. Достаточно, что вы руки просто не сгибаете в разогнутом состоянии и делаете экскурсию на жим грудной клетки на 3-4 сантиметра. Так, а мы скоро уже подведем наш СМС-опрос. Дорогие друзья, мы задавали вам вопрос, нужны ли курсы первой помощи в автошколах? Продолжающие те еще голосовать, у вас еще есть пару минут. Давайте поговорим по поводу искусственного дыхания. Вот в каких случаях его необходимо делать и стоит ли его делать самому? Я знаю, что раньше была какая-то вот такая пластмассовая штуковина, которая, мне кажется, как орудие убийства она была. Сообразная трубка? Ну, это не орудие убийства, это как раз-таки, когда вы не можете язык вытащить, чтобы не происходило западение языка, и тем самым вы не можете тогда выровнять дыхательные пути. Вот она для этого существовала. Вставляется в рот и проходит. Сейчас как раз-таки есть немножечко другое. Это вот вы вставляете специально трубочка, барьер так называемый, рот в рот, чтобы изолировать человека непосредственно. Какой стороной куда нужно вставлять? Это не имеет значения. Как раз вам сейчас покажут на манекене, как, чего. Это клапанная штука, в общем, мы ее вставляем вот этой стороной туда. Маленькой стороной, да. Вот. Вставляем, зажимаем, закрываем. Во-первых, значит, для проведения сначала запрокидываем голову. У нас очень мало времени уже, пожалуйста, можно? Вы сейчас просто уже показываете. Для того, чтобы выровнять дыхательные пути. Это очень важно. Так. Потом вставляем трубочку, зажимаем нос, вот, откидываем голову назад и делаем вдох. Вот. Все понятно. То есть под шею подложить какой-то валик, зажимаем рот и делаем спустой. Зажимаем нос, прижимаем трубочку, вот, придерживаем челюсть. Да. И делаем вдох. Все понятно. Делаем вдох и боковым зрением смотрим на подъем грудной клетки. Грудная клетка должна подниматься, значит, мы делаем все правильно. Все ясно. Спасибо большое. Так, давайте подведем итоги нашего СМС-опроса. Нужны ли курсы первой помощи в автошколах? Как вы считаете? Первый ответ – да, обязательно. 73% наших телезрителей считают, что они необходимы. И нет, больше навредишь, чем поможешь. 27% оставшихся телезрителей. Но вот видите, большинство считают, что все-таки они необходимы. И, наверное, с удовольствием люди пошли бы обучаться, если бы была такая возможность. Но вот частный человек, просто вот сам по себе одиночка, может позвонить к вам и прийти, и каким-то образом получить консультацию, обучиться чему-то? Да, консультацию ему в любом случае дадут. И он может позвонить, опять же, в пресс-службу нашу, и уточнить, где, какие курсы проводятся. Его перенаправят в нужном направлении и подскажут. Ну, и вот последний вопрос, наверное, давайте с вами обсудим. Психологическая помощь. Часто мы слышим фразу, что вот с родственниками, с пострадавшими работают психологи. А что психологи говорят людям, приезжая на место ДТП? Ну, дело в том, что у них существуют определенные разработанные тоже алгоритмы и стандарты. У нас просто очень мало времени. Вот что нужно сказать человеку, чтобы вот он успокоился? Нужно с человеком войти в контакт и постараться. Психологи на это обучаются довольно-таки длительно. Это не просто так подойти к человеку, подобрать нужное слово и постараться его хотя бы немножко стабилизировать в этой ситуации. Поэтому там психолог работает непосредственно с определенной категорией людей. Не надо добавить нужное слово. У нас просто уже остается очень мало времени. Я думаю, что мы обязательно эту тему продолжим. Пригласим вас к нам в студию, потому что понимаем, что много звонков. Дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами. Дорогие гости, большое спасибо, что пришли к нам. Всем хороших выходных. В понедельник увидимся. Будем обсуждать тему. День жестянщика, почему все-таки у нас происходит это. Всего доброго, до свидания, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok